А сейчас новости спорта. Зимний снегопад не стал препятствием для проведения престижных легкоатлетических соревнований. В современном спортивном комплексе Олимпийц юные легкоатлеты имеют все возможности для того, чтобы показать отличные результаты. Подробности в нашем следующем репортаже. Королевой спорта вполне справедливо называют легкую атлетику, и она снова правила бал в Олимпийце. Многие кубанские и славянские спортсмены являются ее преданными поклонниками. В этом мы еще раз убедились, побывав на первенстве Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения в помещении. Все очень рады, что появилась, возобновилась возможность соревноваться полноценно, и не просто соревноваться, а в таких замечательных, абсолютно настоящих, полноценных условиях. Легкоатлетический манеж и города Славянска на Кубани принимает нас с подобными соревнованиями уже на протяжении шести лет. Здесь все, что необходимо для настоящей легкой атлетики, для детской, для юношеской и так далее. Недавно здесь прошел известный всероссийский турнир под названием Кубок губернатора. То есть уровень судейства, уровень обеспеченности в Славянске, конечно же, на высшем уровне. Здесь собрались 545 спортсменов со всего края из республики Адыгея. В нашем городе легкоатлеты чувствуют себя как дома. Многоборка София Якушина из Услабинска – одна из самых перспективных юных кубанских спортсменок. Моя любимая – это многоборье. А если брать прям отдельный вид еще какой-то, то, наверное, барьеры. Больше всего люблю бегать. И 200 метров. Больше всего легкоатлетики люблю. Это атмосфера соревнований, тренировок. Друзья в основном у меня в манеже все. Без этого не могу. Прыгаю в длину, толкаю ядро и завтра буду прыгать в высоту. Надеюсь подтвердить свой результат личный. А там как пойдет. София Якушина в итоге завоевала 4 медали. На ее счету два первых места в прыжках в длину и в прыжках в высоту. Также она завоевала серебро в командной эстафете и бронзу в толкании ядра. В секторе для прыжков в высоту шла нешуточная борьба за самый высокий результат. Славянский спортсмен Александр Рогоза также старался выступить как можно лучше. Я уже занимаюсь 6 лет. Очень нравится многоборье, требует большой подготовки. В него входят толкание ядра, прыжки в высоту, прыжки в длину и бег 60 метров, бег с барьерами. Есть небольшое волнение, но с ним надо справиться. Надеюсь выступить хорошо. С личным рекордом первой финишировала на дистанции 2000 метров Евгения Субочева. Я очень рада, что заняла первое место, смогла, выполнила свои цели на плану и поставила личный рекорд. Спортивной ходьбой занимаюсь уже второй год. Этот вид спорта очень мне понравился. Вот это моя вторая медаль за первое место. Дарья Смирнова из Денского района довольна началом спортивного года. Ее любимый вид спорта – бег с барьерами. Мне очень приятно, что я заняла первое место, и тем более уже не в первый раз. Я занимаюсь уже легкой атлетикой 4 года, и мне очень нравится этот вид спорта. То есть 2 километра с препятствиями – это для меня, так скажем, легкий вид спорта. И я занимаюсь этим с удовольствием, так скажем. Чтобы бежать 2 километра с барьерами, надо хотя бы иметь представление, как через них прыгать и как подбирать ногу. Потому что если ты пробуешь первый раз, тебе будет очень тяжело, так как обычные гладкие 2 километра, ты бежишь спокойно, ни через что не припрыгиваешь и не сбиваешь себе дыхание. Настроение участников первенства было приподнятое, и они активно боролись за победу. Сборная команда Славянского района выступила достойно, заняв второе место по результатам соревнований. Обладателями золотых медалей стали Владимир Емельянов в беге на 60 метров и Игорь Черков в многоборье и прыжках в высоту. Серебряные призеры Артем Кузнецов в прыжках в шестом и Артем Копылов в беге на 60 метров. Бронзовые награды у шестовика Владимира Антонова и у Артема Кузнецова в прыжках в высоту. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».